Ребятки на всем привет! Здрасьте, здрасьте, сегодня я хочу поизвращаться с токопроводящим пластиком. Насколько он токопроводящий, применим ли он к изращениям с электролизом и можно ли им напечатать электронную схему, которая будет работать? Для начала я сам хотел намутить токопроводящий пластик. Это легко, нужно просто добавить графита. Но разработчик жидкого металла Киберблуд прислал мне вот эту замечательную посылочку. Разработчик жидкого металла звучит прямо как из фильма Терминатор, не правда ли? Давайте я не буду объяснять, оставлю ссылочку. А сейчас давайте распакуем и посмотрим что мне прислали. Посылку мне упаковали не только пластик, а еще кое-какие интересные детали. О, два килограмма пластика и еще кое-какие вкусняшки. А в этих ништяках я конечно как-нибудь расскажу, но пока рано, вот например заформованные детали из данного пластика. 60-70 тонн. Двигаюсь дальше. Засыплю эти граммы в китайчик. Ну что пошла жара. Этот филамент я делаю в первую очередь для испытаний, а не для печати. Так что диаметр и насколько этот филамент прочный, меня не совсем интересует. В первую очередь мне интересно насколько он проводящий, какое сопротивление у этого интересного пластика и можно ли от него вообще хоть что-нибудь запитать. 70 тонн. В общем то неплохо. Буду собирать стенд для испытаний. Напечатаю детали для теста. На этом прекрасном малыше под названием King Rune, сколько бы я его не убивал, этот мини трактор все равно работает, даже сопло еще ни разу не чистил. Тест я хочу проводить на так называемом многожильном пластиковом проводе. Вот оно новое название. Многожильный пластиковый провод или как его еще можно обозвать? Пишите. Сперва я попробую молоточное прохождение постоянного электрического тока. Для начала попробую тестером помацать. Способен ли пропускать этот пластик электродвижущую силу? Да, сразу скажу, что пластик напряжение держит отлично, а вот ток к сожалению падает. Ну а теперь запустим вот эту небольшую нагрузочку олимпийские светодиоды. Почему олимпийские сейчас покажу. Олимпийский парк в Сочи тоже помойка. Вот например нашел светодиоды. Классные. Ну конечно же я не мог пройти мимо такой халявы под открытым небом. Вероятнее всего здесь стояли какие-то выставочные стенды или павильоны. Как это у нас в России бывает погуляли и бросили. Конечно здесь можно найти много чего полезного. Для этого наверное надо было точно отправлять контейнер с хламом из Сочи. Олимпийский огур вполне работает. А что если попробовать переменный ток и подцепить вот эту лампу накаливания на 220 вольт? Каждый раз повторяю и сейчас повторю. Будьте предельно внимательны. Если вас хорошенько *** то может и сердечко остановиться. Соблюдайте технику безопасности и всегда на несколько раз проверяй прежде чем включить в розетку что-нибудь испытуемое. Да по лампе заметно что есть падение напряжения. Конечно же я не удержался и решил проверить бытовой прибор под названием зомбоящик. А вдруг запустится? Сейчас посмотрим. Работает! Прикиньте! После этого надо устроить козу. Посмотрим как загорится пластик. Если он загорится. Но к сожалению или к счастью этот пластик как-то мерзенько и уж прям совсем не зрелищно начал плавиться. Короче тухляк, а не фейерверк. Думал загорится вся эта шаболовка. Но к счастью все обошлось. Ну а теперь ненадолго отложим электрику и займемся электрохимией. А именно окислительно-восстановительным процессом протекающим на электродах при прохождении постоянного электрического тока. И в качестве катода будет служить вот этот пластик. В качестве раствора будет служить вот этот замечательный порошок. Это сульфат меди или медь сернистая. А в простонародье медный купорос. Кто постарше травил платы, знает наверное эту штуку. Ну конечно же все это делал и разбавлял я на глаз. Для такого эксперимента нужна деселированная вода. А я набрал из-под крана. Теплая водичка способствует быстрому растворению медного купороса. Для большей эффективности в качестве пульсового электрода я использую медную пластину. Напряжение, ток я тоже выставил от фонаря. Ух, сейчас наверное химикофилы возмущаются и плюются в монитор. Успокойтесь, лучше пишите правильные цифры, что куда выставлять в будущих экспериментах. Ну да, получается, но не совсем. Давайте попробуем что-нибудь побольше. Да, печатать этим материалом очень сложно, ведь это полипропилен. Так что не стал печатать большие болванки, да и к чему они? Тут мне вспомнился слоган, просто добавь воды и зачем-то я добавил. По испытуемой детали конечно видно, что медь ложится неровно. Для этого нужно подготавливать деталь, обезжиривать например. Я провел эксперимент с несколькими деталями. Какие-то я погружал на 10 минут, а некоторые погружал на несколько часов и вот такие результаты получились. Думаю, что на эти испытуемые образцы можно нанести и другие металлы, такие как золото, серебро, электрохимики. Дерзайте, ну или пишите мне ваши обалденные идеи, которые я смогу осуществить. Тем более капельку золота или серебра я смогу получить советских радиодеталей для эксперимента. Электролизм с полимером работает и это большой прорыв для меня. А для вас пища для ума. Какую порцию купороса надо разбавлять? Дистиллированная ли вода нужна? Какой ток и напряжение надо ставить? Замечательно! Ну а сейчас я попробую напечатать электронную плату из пластика. Посмотрим работает ли она. Эх, старая добрая микруха NE555 или например советский аналог CR1006VI1. Все это универсальный таймер с широким диапазоном временных интервалов. На этой интересной микрухе можно собрать целую гору всевозможных радиоэлектронных шняжек. Изучайте! Для начала соберу на макетке этот простенький шим регулятор. Да, прежде чем что-то собирать я сперва испытываю на макетке. Прям как в радиокружке. Да и вам советую! На макетке таймер отлично работает. Теперь осталось перенести не напечатанную, а на напечатанную плату все эти электронные компоненты. Подложку я решил напечатать с пола пластика, скажем так, диэлектрический слой и когда уже стали печататься непосредственно дорожки, я поменял филамент на токопроводящий пластик. Сопротивление меня вполне устраивает. 50 тонн для такой платы, да ни о чем! Плату я напечатал не по размерам микросхемы, чтобы было проще заниматься непосредственно монтажом на саму плату. Для этого пришлось удлинять многие микросхемы. Да, конечно необычно крепить радиоэлектронные компоненты прямо на пластик, а полимер использовать в качестве припоя это вообще из-за рук вон. Но тут особо нечего комментировать, сами видите, все работает и регулируется вот так пластик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем то я считаю, что за таким материалом будущее, представляете сколько цветных металлов можно сэкономить? Например, радиочастотная метка РФД. Знаете, да, например, в билетах там есть как бы антенна и она из меди, а можно ведь заменить ее пластиком? Я сразу говорил, что все эти три эксперимента поверхностные. По каждой из позиций, конечно же, нужно снимать отдельное видео. Вообще, кто любит точные цифры, всякие хитрые графики, смотрите вот этот замечательный канал. Фаблаб Москва, где Владимир вам поломает испытуемую деталь вдоль и поперек. Начертит диаграммы и выдаст на гора всю нужную информацию по пластику. Ссылочка под видео. Георгий из компании Кингрун сделал мне опять подгончик. Это вот такая крутая башка с редуктором и хорошим обдувом. Попробую попросить Ивана, если поставит, то будет отдельное видео по этому поводу. Иду я себе спокойно домой и слышу сзади бух! Оказалось, что это две блондинские феклы не поделили дорогу и одна другой въехала в зад. Скорость была 5 километров. В связи с этим я в них собрал немного фар. Сейчас попробую сплавить, можно ли что-нибудь с этого сделать? Я не знаю, что это за материал, но он отлично плавится. Это дает повод в скором будущем сходить на свалку и набрать габаритов. Измельчить их в китайской кастрюле для эксперимента, чтобы что-нибудь напечатать. Ребята, ну куча дорогостоящих проектов, таких как, например, печать велосипеда на 3d принтере откладывается в связи с последними событиями. Пожалуйста, будь внимательным со своим финансовым благополучием. Сейчас мошенники так работают, разведут, оставят без копейки, не успеешь ничего сделать и менты вам не помогут. Я с вами не прощаюсь, не болейте и храни вас Господь. До встречи, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok